Добрый день, уважаемые участники вебинара. Давайте начнем наш вебинар. Мы как раз буквально перед его началом, за минуту за пять до того, начали сыпаться на телефонное предложение обеспечить себе недельный заработок в районе тысячи евро или что-то подобное. Сразу вспомнился небезвестный афоризм насчет вложения денег. Не забывайте думать, когда выкладываете, и перед тем, как вкладывать деньги, не забывайте думать после того, как вложили. Вот, собственно говоря, об этом мы, наверное, немножко сейчас и поговорим. Так же, как и об инструментах, которые можно использовать для управления своими деньгами, и о том, как эти инструменты стыкуются с биржей, и вообще при чем здесь биржа, поскольку все же я имею удовольствие достаточно давно работать на бирже. Есть небольшое количество картинок, которые я буду сопровождать комментариями. Все нам приходится регулярно задумываться об управлении своими деньгами, даже если это мы делаем не совсем осознанно. И думаем мы, опять же, может быть, не до конца осознавая, это всегда парадигма риск-доходность. Если мы попробуем расположить разные инструменты в этой системе координат, то наиболее безрисковый или наименее рискованный способ накопления, а именно просто, когда ты держишь деньги, денежные средства на счете, или тем более в наличной форме, вот этот способ, который кажется наименее рискованным, на самом деле таковым тоже, наверное, не является, поскольку здесь мы не то что не зарабатываем деньги, а сталкиваемся с разными рисками потери. И один из этих рисков потери, он присущ и такому вроде бы консервативному способу приумножения денежных средств, это банковские вклады. Действительно, банковские вклады, особенно со страховкой агентства по страхованию вкладов, выглядят безрисковыми, но и являются наименее доходными, пожалуй, из всех инструментов финансового рынка. Более того, мы сейчас видим, как ставки процентные падают, естественно, это еще более снижает привлекательность банковских вкладов, особенно в высоконабежных банках. Ну а работа с менее задержанными банками чревата даже в условиях гарантии АСВ, как мы неоднократно имели возможность убедиться, читая различные информации в прессе о так называемых небалансовых вкладах. Но, тем не менее, безусловно, банковские вклады являются достаточно правильным способом сбережения и какого-то приумножения денег для консервативных клиентов. Тем не менее, я бы, естественно, больше хотел бы обратить ваше внимание на инструменты финансового рынка, такие как облигации и акции. Государственные облигации, выпускаемые Российской Федерацией, Министерством финансового от имени Российской Федерации, являются наименее рискованным и, опять же, соответственно, наименее доходным спортивным видом инструментов из инструментов финансового рынка, из облигаций. И, в общем-то, сейчас есть достаточно большой спектр выпусков облигаций федеральных займов, так же, как и номинированных в иностранной валюте облигаций Российской Федерации, которые доступны для инвестирования. Здесь, в результате этой операции, в инвестировании своих денег в облигации, вы, можно так сказать, даете в долг государству. Государство, поскольку является надежным заемщиком, оно через определенный срок, срок обращения облигаций, возвращает вам эти денежные средства с процентами, установленными при эмиссии, при выпуске этих облигаций. Здесь важно подчеркнуть, и я об этом буду говорить и дальше, что облигации обращаются на регулируемом рынке, и вообще облигации, особенно когда мы говорим про государственные облигации, естественно, являются объектом жесткого регулирования и на уровне законодательства, и на уровне подзаконных актов Банка России, регулятора нашего финансового рынка, и поэтому права владельцев облигаций достаточно хорошо защищены. То есть риски, которые вы здесь несете, они минимальны по сравнению с другими инструментами финансового рынка. Большие риски несут в себе так называемые корпоративные облигации, то есть облигации, выпускаемые различными компаниями из разных отраслей промышленности Российской Федерации. Здесь можно по аналогии с государственными облигациями говорить о том, что вы даете в долг деньги на время, на возвратной основе, на платной основе, естественно, каким-то комплектным компаниям. В этой ситуации вы несете главный риск того, что компания не сможет вернуть все денежные средства, случится так называемый дефолт, и в этой ситуации, естественно, ваши риски реализуются, и вы не сможете не только заработать, но и вернуть денежные средства, которые вы вкладывали. При этом, тем не менее, существует развитая система, которая позволяет ориентироваться, система рейтингов, которая позволяет ориентироваться в том, какие облигации, какие имитенты являются более надежными, какие ныне надежными. И для имитентов с высоким кредитным качеством, которые находят свое отражение в рейтингах, предоставляемых рейтинговыми агентствами, а рейтинговые агентства, в свою очередь, также регулируются Российской Федерацией и находятся под пристальным присмотром Банка России, опять же, как регулятора финансового рынка. Так вот, соответственно, компании с высоким уровнем кредитного качества, высокими рейтингами, несут в себе низкие риски дефолта и могут рассматриваться, как, опять же, если они имеют рейтинги не хуже суверенно, как вложение с риском, аналогичным риском Российской Федерации. То есть, когда вы одалживаете деньги таким компаниям, посредством покупки их облигаций, можно говорить о том, что вы не несете рисков больше, чем если бы вы предоставляли деньги взаймы самой Российской Федерации. При этом доходность по облигациям, а именно тот объем дохода, который вы получаете в результате владения облигацией, это может быть купонный доход, если это купонная облигация, когда проценты периодически выплачиваются, проценты начисляемые на основной долг, либо это может быть доход в каком-то ином виде, но в принципе у нас облигации в основном купонные облигации. Так вот, этот доход, он оказывается по корпоративным облигациям традиционно выше, чем по государственным облигациям, но размер этого дохода напрямую, повторюсь, в связанном с риском, который вы несете, инвестируя в облигацию. Риском того, что имитент не сможет исполнить свои обязательства. Еще более рискованными, но и, соответственно, принципиально более доходными инструментами являются акции. Ценные бумаги, выпускаемые, опять же, различными компаниями, акционерными обществами, но только в отличие от облигаций, которые являются так называемыми долговыми ценными бумагами, то есть последующими отношения долга между тем, кто купил облигацию владельцем облигаций и имитентом облигаций, то есть компания, которая выпустила. Так вот, акции все же являются здесь другим типом ценных бумаг, долевыми облигациями, то есть это бумаги, которые предоставляют владельцу право участвовать в управлении компанией через участие в корпоративных действиях, в частности, в собрании акционеров, а главное, что они предоставляют владельцу право на части прибыли компании, которая распределяется компанией посредством дивидендов, выплачиваемых по итогам каждого года, либо, может быть, даже чаще, если компания решает выплачивать полугодичные или квартальные дивиденды, что тоже в российской практике, как и в международной практике, случается достаточно часто. Таким образом, владелец акции получает доход от инвестиций в этот вид ценной бумаги в виде как дивидендов, выплачиваемых компаний, как часть прибыли, так и в результате роста стоимости акций, от чего зависит каждый из этих вариантов дохода. Дивиденд, естественно, зависит от размера прибыли компании за отчетный период, а также от того, какую часть прибыли акционеры решили выплатить в качестве дивидендов. То есть решение принимается на собрании акционеров. И, естественно, даже при наличии прибыли у компании отнюдь не вся прибыль может распределяться в виде дивидендов, а может существенно ее часть идти и на дальнейшее развитие компании. При этом, если прибыли нет, то, естественно, дивиденды не выплачиваются в этой ситуации. Отчего зависит вторая часть дохода? Как я говорил, это возможность получить выгоду от роста стоимости акций. Это уже зависит от многих очень факторов. В первую очередь, от того, насколько успешно компания реализует свою стратегию, насколько успешно она может развивать свой бизнес, зарабатывать деньги. Какой потенциал у этой компании видят акционеры? Ну, безусловно, также, естественно, стоимость акций, она зависит и от макроэкономики, и от ряда внешних факторов, независящих от деятельности самой компании. Как раз из-за того, что существует много факторов, которые влияют на размер дохода, получаемого акционером, инвестором в акции, естественно, эти инструменты являются более рискованными, чем облигации. Здесь, если, когда мы говорили про облигации, мы говорили о том, что со мной риск, с которым сталкивается инвестор, это риск деполта, если имитент выполняет свои обязательства ненадлежащим образом, то инвестор гарантированно получит возврат инвестированной суммы плюс фиксированные проценты, то с акциями ситуация другая, здесь инвестор не может заранее рассчитывать четко на то, что он получит какой-то предсказуемый доход, поскольку, как мы уже остановились, на этом достаточно много факторов, влияющих на размер этого дохода, в том числе этот доход может быть нулевым, кроме того, инвестор может за просматриваемый период и потерять свои деньги, если стоимость акции будет снижаться, и, естественно, те деньги, которые инвестор может выручить от продажи акции, окажутся меньше, чем те деньги, которые он вложил в эти акции. При этом, если посмотреть на долгосрочные тренды, особенно на глобальных рынках, то в долгосрочный период времени акции демонстрируют, особенно надежно хорошие компании, гарантируют достаточно хороший рост, но никто никаких гарантий, естественно, дать не может. В России в последнее время компании уделяют достаточно большое внимание, во всяком случае, лучшая компания уделяя достаточно большое внимание выплате дивидендов, поэтому эта составляющая дохода тоже стала играть достаточно важную роль, на нее тоже надо обращать пристальное внимание. Ну вот пример компании, которые торгуются, акции, облигации которых торгуются на московской бирже. Мы все же плавно движемся в сторону биржи, биржевых торгов, и того, что биржа дает участникам рынка, а главное, конечным инвесторам. Пару слов про льготы, которые государство предоставляет в части налогообложения, различных операций с ценными бумагами. Эти льготы важны не только для того, чтобы оценить конечный эффект от инвестиций в те или иные ценные бумаги, но и они дают представление о позиции государства в отношении инвестиций в ценные бумаги. Здесь важно понимать, что рынок капитала, финансовый рынок, рынок ценных бумаг являются очень важной составляющей экономики любой страны, и у нас сейчас уделяется большое внимание со стороны государства развитию финансового рынка, развитию рынка капитала и популяризации инструментов рынка капитала для того, чтобы дать участникам дополнительные, участникам рынка и конечным инвесторам, главное, гражданам страны, дать дополнительные инструменты для управления своим благосостоянием, для получения оптимального соотношения, оптимального для каждого конкретного, естественно, гражданина, для его уровня дохода и склонности к рискам, так вот, оптимального соотношения риск-доходность, с которого мы и начинали наш разговор. И для того, чтобы дать инвесторам, физическим лицам дополнительную мотивацию пристальнее смотреть на инструменты финансового рынка, существует ряд льгот для этих самых инвесторов, в частности, относительно недавно появившиеся индивидуальные инвестиционные счета, которые позволяют в пределах определенной суммы, установленной на год, сейчас это 1 миллион рублей, получить налоговый вычет, точнее, возможности избежать не платить подоходный налог по доходам, полученным от инвестирования денежных средств с этого индивидуального инвестиционного счета. Кроме этого, в случае долгосрочного владения ценными бумагами вы также получаете, вы, как инвестор, также получаете льготную подоходную налогу, и отдельные льготы существуют для инвестиций в инновационные растущие компании. Почему, мы немножко позже еще об этом поговорим. В части льгот последнее, что я хотел бы сказать, возвращаясь к такому инструменту, как облигации, что здесь для процентного дохода по облигациям, то есть для процентов, которые инвестор может получить как по государственным, так и с недавним ход по корпоративным облигациям, существует тоже налогообложение, что и по депозитам банков, то есть проценты не облагаются подоходным налогом. Все же, почему государство старается стимулировать сейчас использование инструментов рынка капитала? В чем вообще значимость рынка капитала и биржи как ключевого элемента финансового рынка для общества, для экономики страны? Финансовый рынок, рынок капитала, биржевой рынок, в первую очередь, выполняет очень важную функцию, обеспечивает перераспределение капитала, денежных ресурсов между теми, у кого они есть, и кто готов их инвестировать, то есть вложить с каким-то соотношением доходности и риска, и теме перераспределения вот этих средств между биржевыми капиталами и теме, кому этот капитал нужен, в первую очередь, компаниями реального сектора, для развития своего бизнеса, для создания рабочих мест и для обеспечения роста своего бизнеса и роста экономики в целом. Поэтому в этой части, естественно, рынок капитала крайне важен для любой экономики, любой страны, и как раз, понимая эту важность, существует и строгое регулирование с одной стороны рынка капитала и участников рынка и инфраструктуры финансового рынка, а с другой стороны, существуют вот те стимулы, о которых, в том числе налоговые, о которых я уже говорил. Естественно, это не единственная функция финансового рынка, функция перераспределения капитала, перераспределения денежных средств. У нас рынок выполняет такие важные функции, как предоставление информации о справедливой цене, что критически важно для всех субъектов экономики, а также функция управления рисками, что тоже очень важно, поскольку на бирже, да и на других сегментах финансового рынка существует богатый инструментарий для управления рисками, с которыми нам, всем субъектам экономики, приходится сталкиваться в своей жизни. Немножко переходя уже к московской бирже. Московская биржа предоставляет в полной мере все эти сервисы, за которыми участники, традиционные инвесторы, приходят на биржу. Это и получение возможности заключить сделки с минимальными рисками по лучшей цене, это и в целом возможности обеспечить исполнение этих сделок, то есть получить точнее исполнение по заключенной сделке, если ты сам исполняешь добросовестно свои обязательства по сделке, ну и проведение расчетов по заключенным сделкам. При этом надо понимать, что биржа все же это институт для профессиональных участников финансового рынка, то есть для тех организаций, которые имеют лицензию от нашего регулятора, Банка России отвечают всем требованиям, установленным им, в том числе и по профессионализму сотрудников по капиталу и по всем процедурам и бизнес-процессам, которые они должны у себя иметься, равно как и многие прочие требования. То есть это финансовый рынок, это жестко регулируемая система, и как раз наличие вот этого регулирования приносит дополнительную защищенность для инвесторов, которые хотят воспользоваться инструментами финансового рынка. Поэтому, возвращаясь к бирже, только профессиональные участники, лицензированные участники могут иметь прямой доступ к торгам на московской бирже, а инвесторы, конечные инвесторы, физические лица должны воспользоваться их услугами, если они хотят получить доступ к биржевым торгам. Почему все же имеет смысл торговать нам на бирже? Ну, потому что биржа как раз, как я уже сказал, предоставляет доступ к широкому спектру инструментов, причем эти инструменты могут удовлетворить абсолютно различные потребности как раз в соотношении риск-доходности, а также как иные потребности по управлению рисками и по, допустим, конверсионным операциям, если мы говорим про инструменты валютного рынка, то есть конверсия одной валюты в другую, то есть вот эти все инструменты доступны на московской бирже, при этом любой пользователь наших услуг получает возможность заключать сделки по прозрачной справедливой рыночной цене при минимальном риске. Проводя операции через брокера, у нас на сайте есть информация о всех участниках торгов, есть информация о том, на каких рынках они работают, то есть эта информация, естественно, она очень полезна при выборе брокера, и как раз к выбору брокера надо подойти максимально ответственно и осознанно, поскольку это тоже несет в себе определенные риски. Брокер является вашим посредником при работе на финансовом рынке, поэтому, естественно, как к выбору любого контрагента, с которым вас связывают какие-то финансовые взаимоотношения, через которого вы направляете денежные средства на биржу, через которого вы рассчитываете получить обратно эти денежные средства уже плюс доход на них, естественно, при выборе такого партнера, такого контрагента, надо учитывать его корреспособность и всю доступную информацию о брокере. Все же надо отметить, что по сравнению с банком клиенты брокеров традиционно несут или могут нести меньшие риски, поскольку средства клиентов по законодательству в соответствии с регулированием обособлены от средств самого брокера. Если с брокером случаются проблемы, если он оказывается несостоятелен, то денежные средства клиентов находятся под большей защитой, чем в случае с банками. кроме этого, биржа создала дополнительные механизмы защиты интересов клиентов, а именно некоторая специальная сегрегация, возможность сегрегировать дополнительно активы клиентов при проведении операции на бирже с использованием специальных счетов. Если мы возвращаемся к вопросу о критериях выбора брокера, то в частности на нашем сайте также можно найти различные рейтинги брокеров, которые показывают их активность на разных сегментах рынка, количество обслуживаемых клиентов, равно как и количество обслуживаемых индивидуальных инвестиционных счетов. Для того, чтобы с учетом текущего уровня развития технологий, которые к тому же еще непрерывно у нас развиваются и совершенствуются, сейчас нет никакой необходимости приходить на биржу для того, чтобы не только совершить операцию на бирже, но даже для того, чтобы начать работу на финансовом рынке. Так что нет необходимости сейчас уже приходить брокеру. Возможность заключать сделки на бирже удаленно, дистанционно появилась достаточно давно, поскольку Московская биржа является одним из пионеров использования современных интернет-технологий для трейдинга, а возможность открывать счета дистанционно появилась недавно, как раз в результате как развития соответствующего регулирования с ней законодательства, так и в результате совместных усилий биржи брокера и регулятора, безусловно, для того, чтобы стала возможна удаленная аутентификация и удаленное открытие счетов у брокеров. уже многие крупные брокеры сейчас у нас предоставляют такие услуги, то есть сейчас можно, не выходя из дома, открыть счет у брокера, обеспечить перевод на него денег и подать заявку, заключить сделку на бирже, получить уже все отчеты, увидеть результаты своих операций, результаты своего инвестирования. И дальше, естественно, отслеживать, контролировать свой портфель. Существуют различные интерфейсы, которые облегчают работу инвестора на рынке ценных бумаг, на финансовом рынке. Здесь чем дальше, тем больше многообразия этих продуктов. Я думаю, что брокер всегда может предоставить информацию об этом, ну а также любой интересующийся может найти эту информацию в интернете. Ну или, в принципе, мы, естественно, всегда, наши специалисты всегда тоже могут помочь и проконсультировать в возможных средствах доступа. Мы достаточно большое внимание и уделяем обучению, поскольку понимаем, что как раз в знании силы и знания финансового рынка, знания рисков, нюансов работы на финансовой рынке помогают инвесторам получить моральное и материальное удовлетворение от работы на рынке. Главное, не испытать разочарование и не получить негативный опыт, который потом может воздействовать как на них, так и на их знакомых при дальнейшем выборе финансовых продуктов. для того, чтобы минимизировать такие риски для нас и для всего финансового рынка, мы активно проводим обучение, у нас проводятся многочисленные семинары, вебинары и много-много всего, информация у нас на сайте, плюс мы создали специальную школу Московской биржи, это отдельный обучающий продукт в рамках Московской биржи, в которой на регулярной основе проводят семинары и вебинары по различным абсолютно темам, очень широкий спектр тем, различные спикеры, и уже доказал свою состоятельность, поскольку уже десятки тысяч, а если говорить про в целом всю историю, пока еще не очень долгую, существование школы Московской биржи, то это уже я думаю и на сотни тысяч прошло количество слушателей, которые прошли эти обучающие семинары и вебинары, но это более 200 курсов, доступных в том числе и в интернете. Кроме обучения у нас существуют различные конкурсы, которые мы проводим для того, чтобы помочь инвесторам почувствовать вкус работы на финансовом рынке, на рынке ценных бумаг, на биржевом рынке. Лучший частный инвестор конкурса с большой историей, заслуживший же любовь и уважение наших клиентов, так же, как и, естественно, и брокеров, которые активно в нем участвуют, как наши партнеры. И относительно недавно к нему присоединился инвестор Триал, конкурс для новичков. Ну и завершая наше общение, хотелось бы еще раз обратить внимание на те риски, с которыми мы сталкиваемся, работая на финансовом рынке. Понятно, что существует много достаточно у нас апоризмов, идиома, цитат, касающихся рисков. Мы все прекрасно помним о том, что кто не рискует, тот не пьет шампанское, но мне здесь больше нравится, если честно, цитата, которую относительно недавно увидел, и она приписывается одному из руководителей больших Всемирного банка, который сказал о том, что не надо брать рисков, по которым ты сам не можешь расплатиться. Поэтому, на мой взгляд, все же всегда надо помнить о том, что надо быть очень внимательным на финансовом рынке, надо, естественно, внимательно относиться к тому, с каким инструментом ты работаешь, внимательно изучать документацию документа, документацию инструмента, естественно, очень ответственно подходить к выбору партнера, посредника, будь то банка или брокер, и, естественно, очень внимательно соотносить доходы и риски по инструменту со своими возможностями. Вот, в принципе, наверное, это все, что я в данный момент хотел пока что рассказать, с удовольствием ответить, отвечу на вопросы. Спасибо. Спасибо. Будет ли биржа запускать свою криптовалюту? Вот так вот, первый вопрос, сразу про наиболее животрепещущую тему последнего времени, конечно, огромное количество разной информации с разных сторон про криптовалюту. Мы свою криптовалюту запускать не собираемся, поскольку мы вообще, в принципе, не выпускаем никакие инструменты. Биржа обеспечивает заключение сделок, торговлю инструментами, уже существующими на рынке, выпущенными какими-то другими субъектами рынка. Если говорить про то, как мы планируем работать с криптовалютой, то, естественно, мы заинтересованы в работе со всеми инструментами и в обслуживании операций с этими инструментами, если они имеют соответствующее регулирование. Все же, если мы посмотрим на все, чем все наши продукты, все наши инструменты, естественно, это инструменты финансового рынка, которые, как я говорил, имеют разветвленную и очень мощную систему регулирования. Вот здесь мы внимательно участвуем во всех обсуждениях криптовалюты и более того, вообще, даже шире криптоактивов. Так же, как мы весьма активны в работе вокруг блокчейна, как на технологии, на которой все это реализуется, нам это интересно с разных аспектов, нам это интересно с технологической точки зрения, поскольку это интересная технология, у которой могут быть перспективы использования, в том числе и на бирже, а также, даже, наверное, больше в посттрейдинговой расчетной инфраструктуре, в частности, у нас уже есть пример использования реализации продукта на блокчейне, национальной расчетной депозитарии, наша дочерняя компания в группе Московской биржи и центральной депозитарии в России, они реализовали уже два проекта, они реализовали уже проект по голосованию, электронному на блокчейне, а кроме того, они, прямо недавно появилась информация о том, что прошел первый выпуск коммерческих облигаций с использованием технологии блокчейна, так что мы здесь достаточно активны, если уже говорить про сами криптоактивы, криптовалюты, то здесь мы, естественно, участвуем в дискуссии о том, как это может выглядеть, как это должно регулироваться, и, конечно, мы надеемся, что если тогда это будет отрегулировано, то мы сможем предложить свои услуги как с точки зрения организации торговли, заключения сделок с криптоактивами, так и обслуживания криптоактивов, например, в рамках нашей учебно-депозитарной системы. Скажите, пожалуйста, как правильно выбрать брокера, а то просто каждый брокер называет себя лучшим. Ну, здесь, наверное, я повторюсь, что надо ориентироваться на ту информацию, не только на то, что брокер говорит, но и, например, на то, что написано у него на сайте, что написано на нашем сайте, то есть с точки зрения тех документов, которые он готов предоставить. Естественно, про наличие лицензии я не говорю, это априори подразумевается, что все должно быть в порядке. Ну, а кроме этого, важные характеристики, естественно, рейтинг брокера, если он у него есть, потому что часть брокеров они имеют свои рейтинги. Кроме этого, место брокера в рейтинге тоже зачастую рассматривается как важный фактор, насколько у него клиентов, насколько он активен на разных сегментах, ну, а кроме этого, естественно, вы должны посмотреть внимательно на то, как брокер соответствует с планируемыми вами операциями, с той стратегией, которую вы предполагаете использовать на финансовом рынке, то есть работает ли он с теми суммами, с которыми вы планируете оперировать, как выглядит система тарифов брокера, насколько она является приемлемой, выгодной для вас с точки зрения тех операций, частоты операций, объема операций, которые вы планируете проводить. Игорь, здравствуйте, видел много рекламы о рынке Форекс, также от знакомых слышал о валютном рынке на московской бирже, это одно и то же, или это разные рынки? Заранее спасибо. Вот прекрасный вопрос, это разные рынки совсем, реклама рынка Форекс, а точнее компании, предоставляющие услуги на неорганизованном рынке Форекс, обычно их еще называют Форекс-брокерами, хотя это может быть не совсем верно, исходя из сути их деятельности, это нерегулируемый рынок, где вы заключаете сделки с этими компаниями, причем это сделки, это по сути определенные сделки пари на то, как изменится курс одной валюты против другой валюты. Здесь вы сталкиваетесь с рисками, естественно, это риски того, что курс может измениться не так, как вы предполагали, но это рыночный риск, с которым вы зачастую сталкиваетесь с работой на финансовом рынке, но при работе на неорганизованном рынке вы сталкиваетесь, к сожалению, еще с рядом рисков, которые, как мы знаем, как раз примитивны к рынку Форекс, неорганизованного рынка Форекс, неоднократно реализовывались, а именно, когда компания, которая действует без лицензии, зачастую и без какого-либо нормального представительства в России, они просто могут совершать какие-то мошеннические действия, которые приводят к утрате клиентами денег. Это может быть примитивный, просто не возврат денег, а может быть какие-то более изящные, условно в кавычках, способы, как-то использование нерыночных цен, или какие-то другие способы, как говорил Остап Бендер, относительно честного отъема средств у граждан. Здесь еще также важно иметь в виду, что сделки на неорганизованном рынке Форекс совершаются с большим плечом. Даже те компании, которые получили некое регулирование в России в результате появления соответствующего законодательства, по ним плечо составляет, там есть ограничения по плечу, но даже это ограничение это 1 в 50, то есть это большое плечо. И это большое плечо, оно просто априори приводит к тому, что вероятность потери денег, с которыми вы пришли на этот рынок, риск достаточно велик. Когда мы говорим про валютный рынок Московской биржи, это принципиально другая история. Этот рынок, который зародился 25 лет назад, как раз когда Московская биржа появилась, и он был первым организованным вообще организованным финансовым рынком в России после появления России и нашего, не только страны, но и экономики и финансового рынка. И на этом рынке сделки изначально заключались между банками, это был тщательно регулированный рынок, в котором сделки заключались по прозрачным ценам и с риск-менеджментом, с гарантиями от биржи, а относительно недавно, порядка шести лет назад, доступ на этот рынок получили и брокеры, а также клиенты-брокеры, вот как раз физические лица. То есть, мы говорим здесь про организованный рынок, который находится под жестким регулированием Банка России, доступ на него осуществляется только через лицензированных посредников, опять же, под регулированием Банка России, сделки заключаются по прозрачным ценам биржевым с гарантиями исполнения сделок со стороны биржи, то есть, это является одним из таких полноценных сегментов организованного финансового рынка, и работая на нем, вы, безусловно, должны учитывать рыночные риски, то есть, риски изменения курса валют, но, тем не менее, даже эти риски все же здесь меньше, из-за того, что биржа не предоставляет брокерам такого большого левериджа, такого большого плеча, у нас по основным нашим валютным парам плечо примерно 15, то есть, у нас 6% требований по обеспечению по сделке, а это значит, естественно, что, если брокер не дает своему клиенту более рискованных условий, чем дает биржа, риски здесь в разы меньше, даже рыночные риски в разы меньше, чем на неорганизованном кодексе, не говоря уже про иные риски, о которых я говорил, которые при операциях на валютном рынке московской биржи отсутствуют. Склады банков застрахованы в СВ, а что происходит с брокерскими счетами? Застрахованы ли они как в СВ? Брокерские счета пока что не имеют страховки, хотя это обсуждается, я думаю, что не за горами, когда это произойдет. Да, но тем не менее, все же, поскольку, как я говорил, существует принципиальная разница между счетами у брокера и счетами в банках, то все же здесь, наверное, страховка менее значима. В банках необходимо иметь страховку для того, чтобы не остаться просто без денег, потому что когда банк берет деньги у клиента, дальше они уже естественно используются в различных абсолютно продуктах, которые банк в кредитах и так далее, которые банк использует, да, и если банк оказывается несостоятельным, то дальше уже клиент может не получить уже ничего, если у него нет вот этой гарантии СВ в пределах, как мы помним, миллион четыреста сейчас. У брокера все же ситуация другая, в силу сегрегации клиентских средств, то есть обособления клиентских средств и средств брокера, вероятность того, что клиент потеряет деньги из-за недобросовестности брокера минимальна, поэтому здесь клиент берет на себя только в основном рыночный риск, о котором я уже говорил, риск того, что ситуация на рынке, ценовая динамика на рынке окажется не та, на которую он рассчитывал. То есть здесь гарантий формальных нету, страховок нету, но тем не менее система регулирования, существующая система регулирования, она минимизирует риски клиента при взаимодействии с финансовым рынком через брокер. Есть перспектива увеличения вычета в 1 миллион, а не 400 тысяч рублей. Но я так понимаю, что речь идет про индивидуальные инвестиционные счета, если речь идет про так называемую схему 1, когда можно получить сразу вычет подоходного налога на сумму на ИСИ, то не предполагается, что будет увеличено до 1 миллиона, то есть сейчас по-прежнему 400 тысяч это та сумма, с которой можно получить вот такой вычет, но с другой стороны так называемая схема 2, когда доходы от всех инвестиций сделанных с использованием данных счетов в пределах миллиона рублей, они не облагаются подоходным налогом, вот эта схема она работает в полной мере и она как показывает даже наш опыт наблюдения за счетами она более выгодна для клиента поэтому пользуйтесь схемой 2 с вычетом по итогам инвестиций валюты валютный рынок московской биржи это точно лучше чем сам корекс тем более что то что рекламирует к корексу может иметь далекое отношение то есть это не вопрос это здесь ремарка про криптовалюту мы уже поговорили как вы относитесь к биткоину и блокчейну это я уже тоже на этот вопрос ответил относимся с большим интересом какова справедливая комиссия брокера у нас много брокеров работает на рынке это на мой взгляд достаточно эффективный рынок то есть здесь разные брокеры предоставляют разные услуги и берут разную комиссию имеют разную систему тарифов поэтому на мой взгляд здесь надо изучать систему тарифов у каждого брокера естественно не просто так а принимая во внимание ваша операция или планируемая операция на рынке через этого брокера это против торговли криптой есть и пресс-релиз да это мой вкус естественно позиция центрального банка абсолютно понятно что этот сегмент он требует адекватного регулирования для того чтобы опять же риски те кто на нем работают были все же на приемлемом уровне и мы здесь естественно готовы со своими инструментами также помочь минимизации этих рисков опять же в случае появления соответствующего регулирования вы упомянули про индивидуальный инвестиционный счет открыт ли у вас ИС и у какого брокера да у меня индивидуальный счет открыт давно как только он появился у какого брокера не скажу для того чтобы кого не рекламировать и биржа всегда равноудаленная от всех по отношению ко всем нашим уважаемым и любимым участникам комиссия брокера зависит от оборотов это тоже не вопрос я так понимаю это утверждение какие инструменты инвестируете вы лично у меня как у менеджера биржи есть ограничения на инвестирование на использование инструмента финансового рынка и соответственно я вот инвестирую с учетом этого с учетом этих ограничений более подробно я пожалуй не буду говорить с какого рынка лучше начинать инвестировать с валютного со срочного или с фондового сложный вопрос с одной стороны с другой стороны не очень наверное потому что все это разные рынки с разными инструментами как раз которые выполняют разную абсолютную функцию удовлетворяют направленные на удовлетворение разных потребностей клиентов разные риски в себе несут валютный рынок это рынок где вы можете конвертировать одну валюту в другую это скорее все же про потребность иметь одну валюту вместо другой то есть это не столько про инвестирование если мы конечно не рассматриваем просто покупку долларов как инвестицию все же в моем понимании скорее когда мы говорим что мы покупаем доллары мы покупаем или продаем доллары покупаем какую-то другую валюту то мы скорее это делаем для чего-то то есть мы хотим инвестировать в этой валюте или мы хотим потратить в этой валюте то есть все же это не про инвестицию и валютный рынок на мой взгляд он в общем-то показан всем кто совершает конверсионные операции то есть если вы обмениваете валюту в банке то вы с таким же успехом можете это сделать на бирже только по рыночному курсу максимально рыночному курсу если мы говорим про срочный рынок то там широкий спектр инструментов торгуется с абсолютно разными рисками и эти инструменты могут эффективно использоваться для управления рисками для хеджирования рисками как фьючерсы так и опционы а также они могут нести в себе достаточно большие риски то есть это инструменты для относительно продвинутых клиентов для тех кто уже получил на мой взгляд какое-то представление о финансовом рынке и инструментах на нем и таким образом плавно движемся пришли к фондовому рынку вот на мой взгляд как раз инструменты фондового рынка облигации о которых мы говорили как государственные так и корпоративные акции а есть еще и другие инструменты например биржевые пифы производят биржевые биржевые паи вот эти инструменты они могут предложить инвестору как начинающему так и более гораздо уже продвинутому продвинутому более опытному могут предложить достаточно большое богатство различных торговых стратегий и возможности получить доход при определенном уровне риска порекомендуйте что-нибудь из книг для изучения финансового рынка ой это вопрос совсем сложный потому что книг очень много и здесь если честно существуют базовые книги про основы функционирования финансового рынка про биржи их достаточно много российских зарубежных переводных поэтому можете посмотреть на них также если честно на мой взгляд достаточно эффективно было бы все же обратиться к каким-то вебинарам или онлайн курсам в частности например школа Московской биржи она достаточно много в этом направлении предлагает плюс есть программы в том числе и наши совместные программы которые мы делаем в том числе с различными очень уважаемыми высшими учебными заведениями российскими причем даже не только в Москве которые как раз направлены на то чтобы познакомить слушателей с тем как работают финансовые рынки какие на них есть возможности сейчас на бирже есть exchange traded funds от финнекс планируется ли появление ETF то же самое то есть exchange traded funds с российской юрисдикцией да exchange traded funds это интересный очень продукт который позволяет пассивно инвестировать в различные инструменты например широкий спектр облигаций или в индекс акций то есть это достаточно простой продукт при этом с хорошими возможностями по опять же оценке возможных доходов рисков то есть не надо выбирать какую-то конкретную ценную бумагу не надо прикладывать много усилий для того чтобы пытаться разобраться в различных выпусках облигаций или имитентах акций вот это все в принципе можно из вот этого всего можно избежать если работать с вот этими биржевыми фондами сейчас пока что у нас обращаются действительно только фонды от финнекса которые являются иностранными цены в матом потому что они выпущены в соответствии с зарубежным законодательством но до конца года мы ожидаем что появится и российские аналогичные продукты призываю обратить на них внимание эти продукты мы надеемся будут предложены ведущими российскими финансовыми институтами и они будут естественно обращаться на московской бирже Игорь некоторые брокерские компании предлагают услугу единый счет а крупные банки нет вы можете объяснить почему могу предложить объяснение которое у меня есть мне кажется что брокеры гораздо больше заинтересованы в развитии бизнеса брокерского чем банки поскольку у банков все же банковский бизнес является основным для них более маржинальным в подавляющем большинстве случаев и брокерский бизнес является неким вспомогательным для того чтобы предложить клиенту весь спектр услуг и для того чтобы он не дай бог не ушел в другой банк у которого есть что-то чего нет у данного банка поэтому брокеры мне кажется гораздо более заинтересованы в развитии сервисов для клиентов брокерского единственный счет то есть возможности проводить операции на разных рынках с разными инструментами с использованием одного кошелька я бы сказал да и с минимизацией издержек которые участник которые клиенты инвестор несет при проведении операции на рынке вот этот сервис естественно он важен и брокеры особенно крупные продвинутые брокеры начали предлагать его достаточно давно уже сейчас и мы как биржа этот сервис реализуем уже для брокеров для всех участников то есть мы принципиально облегчаем возможности для получения конечными клиентами инвесторами вот такой вот услуги и вот после того как мы это сделаем а это у нас появится уже один еще появится в конце этого года мы надеемся в первой половине следующего года эта услуга станет уже совсем продвинутой да совсем завершенной как мы ее видим вот эти наши изменения они позволят и брокерам и банкам как я рассчитываю лучше легче предоставлять возможности соответствующие выгоды для конечных клиентов поэтому подождите немножко может быть со стороны банков если вы играете с клиентом как раз такого банка появится такое предложение мне кажется что все да спасибо вам большое за внимание до свидания спасибо 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 Продолжение следует...